Всем привет, дорогие друзья! С вами снова, как всегда, Денчик. И сегодня мы будем играть в My Fishing World. Сегодня мы с вами будем ловить такую рыбу, как бёрдж. Без прылова будем её пробовать ловить, и для этого нам немножко помог эхолот. Показывают на нашей точке 5,5 метров 12 рыб от 40 грамм до 6 килограмм 200 грамм. Погода в данный момент на нашей локации дождик сильно поливает, минус 1,8 градусов. Затерянное озеро. Я уже, в принципе, выбрал себе снасть, которую будем пробовать ловить, нашего берша. И сейчас посмотрим, какая-то из этой снасти. Так, ну и удочку я выбрал Edge Sticks на 3,270 грамм. 100% у нас прочности, не поломанная, ничего. Потом Bot Rack. 100% тоже она у нас не поломанная. 4 килограмма выдерживает наша катушечка. Не стал какие-то топовые катушки, удочки ставить из-за того, что всё-таки эти, если ломаются, когда, ну, прочность у них ломается, они всё-таки более подешевле, чем дорогие удочки будут в ремонт отдавать. Дальше Master S поставил я лесочку. Можно было, конечно, Master M поставить. Ну, и Master S, в принципе, хватит. В принципе, леску без разницы. Она не ломается, и всё нормально. Может только оборваться. Попловок я поставил фаворита. У нас он один вот такой вот попловочек, очень лёгкий. Крючок я с вами поставил 1,4. Номер 1,4. От 20 грамм до 2 килограммов 800 грамм. Ловить мы с вами сегодня будем на икру. Возможно, какие-то другие ещё наживочки будем смотреть. То есть, это нам уже не подойдёт. То, что тут уже полотва будет перебивать. Можно другие наживочки посмотреть. Наверняка можно найти ещё бесприловистые наживки. Например, вот, наверное, да. Что тут у нас? Сазан, Галавль, Жерих, Ясь. Сазан, Галавль, Жерих, Ясь. Давайте возьмём его пока что. И у нас ничего про сути не перебивает. И можем уже кидать даже и на кузничка. То есть, икара, кузнечики, сесть вот на 5,5 метрах нам, в принципе, неплохо так поможет. Так, забрасываю, свожу снасть в воду. Очень сильный дождик прям поливает. Минус 1,8 градусов. Если бы ещё был ветер, тут, наверное, вообще бы дубиль не выглеб было бы. Есть первая поклёвочка. Это у нас не рыба, ребятки. Это у нас какая-то фигурина зацепилась. Но ничего страшного. Это у нас водоросли. Забираем их. Так, для коллекции пойдёт. Белс, в принципе, это то же самое и судак, в принципе. Но он растёт чуть-чуть поменьше, чем судак. И плюс... Ах, ты ж не поймал. Можно было дождаться, когда утопит. И плюс, к тому же, берыш не то, что именно даже маленький. А он не имеет колыков. У судака есть колыки. Это вот главное отличие судака от берша. У судака есть колыки, у берша их же нет. Это прям самое главное, наверное, отличие судака от берша. Так, там ещё полоски, размеры, естественно, всё это зависит. Новая рыба у нас пока, видимо, не ловил никогда берша ещё. Не, на другом аккаунте-то 100% ловил, а здесь нет. На 3 звезды у нас попадается. Вес 1,823 грамма. Стоимость у нас 69. Он, в принципе, не совсем дорогой. И опыта он нам принёс 12. Давайте посмотрим даже максимальный размер данной рыбы. Бёрш, 3 килограмма и 100 граммов. Хищная рыба может быть трофеем. Забираем нашу рыбу. И сейчас немножко ещё кое-что расскажу. 3 килограмма, ребятки, бёрш вряд ли растёт. Бёрш, наверное, максимум в природе растёт. Ну, килограмм, ну, полтора, максимум полтора килограмма. Итого, это прям, наверное, трофей трофеев. Потому что в основном они растут, ну, по 300, по 400 грамм такие попадаются. Ну, крупные редко попадаются. Такие килограммовые. А за 2 я вообще ничего не могу сказать, потому что такие не ловятся. 943 грамма, вообще, малипусенький попал. Ну, забираем так же его. Боим, поздно. Да что такое? Это теперь рано. То есть, ребятки, используйте наживочку под него кузнечика, икра, может быть, какие-то ещё другие наживки можно найти. Но мы именно на эту локацию ловим. То есть, если на другие перейти локации, может быть, на других локациях можно более дешёвый локацию. Более дешёвую наживочку можно будет использовать. То есть, прямо могу вам так сказать. Это, может быть, не самая дешёвая локация. То есть, кузнечика, икра, она более дорогая. Но именно для... Что такое-то? Вот разговариваю, я не могу подсечь. То есть, ребятки, именно для этой локации, может быть, и дорогая, но можно, может быть, найти другие локации, где не будет перебивать платва, допустим, и можно другие наживки какие-то использовать. Не могу никак подсечь. То спешу, то опаздываю. То есть, ребятки, берш это вполне себе такая хорошая рыба. Она чистая. В основном она, ну, Волга, наверное. Ну, ловится в основном в Волге. Там, не знаю, река Дона. Леску оборвал нечаянно. Ё-моё, блин, отвернулся ещё. Сегодня какая-то невезуха, ребятки, у нас. Леску нужно будет покупать и крючок. Плюс ещё, к тому же, поплавок. Сегодня у нас невезуха. Непруха нам сегодня. Так, ладно, возьмём такие побырикому. Какие-то лески, поплавки, крючки. Нам, в принципе, это по барабану. Они не очень дорогие, так что... Как-то так. То есть, отвлекаться вообще, ребятки, не рекомендую. Рыба отвлёкся, оборвала и всё. Хорошо, хотя бы то, что оборвал, не сломал ни удочку, ничего. Опять хорошая рыба, ребятки. Удочка не выдерживает нашу рыбу. Судаки хорошие. Ой, судаки. Берши хорошие клюют. И наша удочка как-то не особо, ну, выдерживает, так сказать. Она, естественно, вытащит, когда рыба у нас устанет. Ну, а так, как-то не особо она выдерживает. То есть, вообще, видите, она ни с места не залегается. Нужно ждать, пока рыба полностью устанет. Так, всё, рыбка наша пошла, пошла, прям так, бодренько пошла. Можно снасти, конечно, на пятёрочку использовать. На пять килограммов какие-то подбирать, чтобы более попроще вытаскивать. Чтобы шансы оторвать, прямо вот то, что вы отвернулись, его оторвали, чтобы были вообще малы. То есть, чтобы не зашкаливал, вот как сейчас, удочка. Так, ну, у нас попадается трофейный бёж. Это, в принципе, неплохо, по четыре килограмма. Стоимость, то, что он трофейный, 130, а у него 20. В принципе, неплохо, ребятки, будем сейчас заканчивать. Пойдёмте купим лесочку и крючочек. Так, крючочек какой у нас был? А у нас есть, по-моему, все крючки, да? Да, у нас есть этот крючок. Значит, будем покупать только вот поплочек один купим и лесочку купим. Чисто так, для коллекции, чтобы она была и нормально всё. Я не спорю, у меня, по-моему, не всё куплено. То есть, у меня удочек не все куплены, но множество куплено тоже. Вот это есть, вот, за 75 тысяч. То есть, удочки, в принципе, куплены практически все. Вот садок с рюкзаком улучшен, так что всё норм. Идём продавать рыбу. У нас три биржа, стоят 255 серебра. Мусор мы продавать с вами не будем. Ну и, в принципе, ребятки, на этом всё. Подписывайтесь на канал. С вами был Дэн Хай. В следующий раз мы увидимся. Может быть, на другой рыбке какой-то. Будем ловить другую рыбку. Так что, ребятки, подписывайтесь, ставьте лайки. Пишите какие-то комментарии. Может, какую-то рыбу вам нужно поймать. Пишите об этом. Некоторые пишут, поймай сама, ребятки. На канале есть видеоролик про сама. Как я на воблера, на изумрудном осере его ловил. Так что, ребятки, переходите на канал. Смотрите, там видосиков, в принципе, очень много. И такие вопросы, какие у меня видосики уже есть. Я буду, если что, отвечать, то, что смотрите видосик на канале. То есть, он, значит, там присутствует. Так что, ребятки, всем пока. До новых встреч.